Друзья мои, всем привет-привет! С вами Маруся. Знаю-знаю, ждете продолжения Щипача. Сейчас начнем, сегодня немножко позже, но главное, что начнем. Итак, мы озвучиваем фанфик Щипач от автора Денаис Ватерлоу. Ссылка на фанфик находится в описании под видео. Там же под этим видео в описании находится ссылка на мой второй канал, где я озвучиваю фанфики, на мой влоговый канал и на мою страницу на Бусти. Если вам нравятся мои озвучки, если вам их мало, вы можете пройти по ссылке на Бусти, и там более 50 фанфиков моей озвучки, вам точно будет что послушать. А если вы хотите меня поддержать, то тогда, конечно же, я вам буду очень благодарна за вашу платную подписку на мою страницу на Бусти. Так, на канал, я надеюсь, вы на этот подписались, лайк поставили, на колокольчик нажали, и у нас глава 22-я. Начинаем! Париж, Гавр, 1997 год. Лайнер «Карнивал Парадайз». Толпа туристов, которая спешила на лайнер, огромной массой стекалась к трем мостикам, два из которых пропускали обычных пассажиров, а один – вип-клиентов. Тири Винсан передал свой билет проверяющему и осмотрелся. В воздухе пахло корица и кофе. Он потянул носом и обернулся. Мишель стоял неподалеку, аппетитно откусывая синнабон. Гоняя между зубами любимую лакрицу, Те молча кивнул брату, чтоб тот поторопился. Хасок в это время занимался передачей их багажа. Путешествие обещало быть интересным, пропитанным воздухом авантюризма и чего-то необыкновенного. Это было не просто ограбление, когда им положено приехать на значенное место и время, исполнить задачу, как они делали ранее, и тут же вернуться в Габо. Нет, здесь им предоставили возможность отдохнуть и проявить себя творчески. Нам Джун организовал для братьев выступление на главной сцене лайнера. Безусловно, он пытался расположить их к себе таким образом, и они действительно были благодарны за такую возможность. Их мечты о совместном туре давно канули в небытье с этими воровскими делами. Парни уже и думать забыли обо всем этом, хоть и занимались регулярно, но Ким приятно удивил. И Вин Саны были в предвкушении. Они готовились, репетировали ежедневно, параллельно изучая весь лайнер, начиная с подсобных помещений, заканчиваясь самыми дорогими каютами для особых гостей. «Все готово!» — говорит Хобби, подходя к Те. «Мы же на ВИП!» «А ты думаешь, что нам Джун отправил бы нас в обычные каюты?» — усмехается Те. «Действительно, можно было и не спрашивать. Ты с мамой ты успел попрощаться?» «Да, вчера были в Амбуазе, провели целый вечер втроем. Она очень переживает, но мы ничего не говорим про ограбление. Ни к чему ей знать про такие риски. А вот про выступление сказали». «Мама была рада, что мы не просто едем отдыхать, но и сумеем там реализоваться. Мне кажется, я этого жду больше всего». «Ваш номер с Мими?» «Да. Ты, конечно, был на репетициях, но, надеюсь, тебе понравится». «Я жду с нетерпением». Мишель подходит к ним и устало кидает голову на плечо брата. «Я так хочу спать! Долго нам тут еще стоять?» «Нет, Мими, у нас ВИП, так что мы пройдем одними из первых». Терри смотрит на лайнер, который на схеме выглядел совсем иначе. Просто огромная махина, которая возвышалась над водой. Его всегда удивляло, как такое гигантское судно могло держаться на воде и плавать себе преспокойно. Да, он понимал законы физики, но глаза отказывались воспринимать действительность. Вежливый Стюарт жестом пригласил их пройти по мостику. Парни попали на борт и проследовали за другим сотрудником, который вел их сначала по внешней палубе, затем проводил в главный вестибюль для оформления. «Вау!» – восхищенно прошептал Мишель. «Они были из обеспеченной семьи, много путешествовали, но в круизе не были ни разу. Масштабы лайнера поражали. Это был целый город на воде со своими магазинами, казино, бесчисленным количеством баров и ресторанов, зоной отдыха, игровыми залами, аквапарками и бассейнами. Лайнер, напичканный по последнему слову техники, сверкающий своей новизной и стильными интерьерами, был только-только спущен на воду». «Впечатляюще!» – тянет Хобби. А Тирелиш ухмыляется, анализируя, на каком этаже они сейчас находятся, где здесь запасный выход, в каких местах располагаются технические помещения и прочие нюансы. Он не видел красоты, а сканировал пространство, сверяя по памяти картинку и реальность. «Той, я уже даже спать перехотел!» – улыбается Мишель. «А поплаваем в том бассейне на самом верху?» – улыбается Хосок. «Да-да, в самом большом!» «Ну, сначала заселение», – напоминает Те. «А потом сделаем обход и посмотрим, что тут и как». «Да нам за два дня его не обойти!» – восклицает Винсен-младший. «Будет чем заняться!» – подмигивает Тири. Их провели на самый верхний этаж, где каюты были просторными, светлыми, собственно, гардеробной и большой ванной. Поистине королевская роскошь для лайнера. Потому что внизу располагали совсем простенькие, с одной лишь кроватью и крошечным санузлом. Контраст по классовости и стоимости был поразителен. Но нам Джун не поскупился для своего наследника, считая, что они должны проживать в самых лучших условиях. Тири занимал люкс, а Мишель с Хосоком проживали в двухкомнатной каюте премиум-класса. Винсен поблагодарил чаевыми сопровождающего, который прикатил чемоданы и прикрыл дверь. Огляделся, отмечая стильный современный интерьер, удобную гостиную и довольно уютную спальню. Ванная комната была каким-то произведением искусства. Здесь можно было жить и наслаждаться прекрасным видом из окна нежи с джакузи. Его губы тронула улыбка, и он даже решил после круиза поблагодарить Кима за такую щедрость. Отдых должен был стать незабываемым. При этом нужно было умудриться совместить приятное с полезным. Принцесса Катарина Хенкель фон Доннерсмарк, которая сядет на лайнер вместе со своим супругом в Генуе, по их данным, везла с собой ту самую тиару искушения. Она была заказана ее мужем и отличалась драгоценными камнями, использованными для ее создания. Тиара выделялась среди других благодаря 11-ти редким колумбийским изумрудам грушевидной формы, которые увенчивали ювелирные изделия. Если говорить исключительно о весе, то эти изумруды были по 500 карат. Помимо серебра и золота, сама тиара была инкрустирована 11-ти крупными подушкообразными бриллиантами и россыпью мелких. Винсан настолько детально изучил тонкости этого ювелирного шедевра, что мог бы распознать его даже на ощупь и с завязанными глазами. Но до Генуе было чуть больше недели, поэтому пока можно наслаждаться круизом. Даже не разобрав чемодан, он вышел из каюты и направился к Мишелю с Хасоком в другой конец коридора. — А у вас тут тоже круто! — присвистнул он, разглядывая помещение. — Да куда уж нам до твоего люкса! — усмехается Хобби. — Ой, да больно он не сдался. Все равно буду торчать тут у вас постоянно! — успокаивает его Те. — Главное, чтобы не укачивало. Я переживаю только за это! — вздыхает Мими, возлегая на большой двуспальной кровати. — Это такой огромный лайнер, что совсем не будет качать, так что не переживай! — заверяет Хасок. — Мишель у нас очень нежный в этом плане, поэтому будет полный провал, если он проваляется с морской болезнью весь круиз! — смеется Терри. А Мими лишь закатил глаза и тяжело вздохнул. Для него эта поездка была особо переживательная, потому что предстояло проявить себя в покере. Это очень заводило, но и пугало одновременно. Мишель чувствовал, что, когда садится за игральный стол, то в него вселяется кто-то иной. И контролировать процесс было очень сложно. Загорались глаза, и азар заглушал остатки разума. Именно поэтому с ней рядом постоянно должен был находиться Хобби или Терри. Выступление Винсанов планировалось на четвертый день путешествий в Большом зале. Именно туда парни отправились, чтобы узнать насчет репетиции. Лайнер поражал своим величием и размерами. Тут действительно можно было жить очень долго и никуда не выходить. Масса развлечений и впечатлений, да и оригинальный маршрут самого круиза тоже воодушевлял. Они посетили один из многочисленных ресторанов и перекусили, а потом порепетировали в закрытом зале, наслаждаясь обществом друг друга. Шутили, веселились, и казалось, что нет никакого габо, предстоящего ограбления принцессы и витающего в воздухе напряжения. Все изменилось в один момент. Это было на следующий день, когда они вошли в порт Виго и пришвартовались. Многие пассажиры вышли в горы для прогулки, но парням было строго-настрого запрещено покидать лайнер. Поэтому они нежились на лежаках у главного бассейна, попивали коктейли. «Что-то голова раскалывается», — вздыхает Терри. «Пойду в каюту, выпью таблетку». «А может, ты приляжешь?» — заботливо предлагает Мишель. «Возможно. Тогда, если я не вернусь, идите на обед без меня». Он удаляется, чувствуя свинцовую тяжесть, пульсирующую где-то в области затылка. Это все из-за жары. На нем легкие парусиновые шорты и кремовая рубашка с коротким рукавом. На голове плетеная шляпа, защищающая от палящего солнца. Никто никогда не распознал бы в нем грабителя. Настоящий турист, неспешно шагающий в свою каюту. Винсан мечтал лечь на прохладную кровать и насладиться тишиной. Его путь пролегал мимо большого лобби на третьем этаже. Он останавливается так резко, что в него кто-то врезается сзади. «Простите», — бросает он, глядя прямо перед собой. «Не может этого быть». Он смотрит на такой знакомый профиль, моргает часто, не веря своим глазам. «Это не мог быть он! Просто не мог!» Подходит ближе, чтобы услышать голос. «Спасибо большое!» — вежливо кланяется парень и подхватывает небольшой чемодан, следуя за Стюартом. Он в светлом костюме и шляпе, из-под которой торчат темные пряди волос. Легкая походка, очаровательная улыбка и эти глаза. «Юнги!» — тянет Терри, глядя ему в след. Идти за ними было рискованно, поэтому Тэ спешит к себе в каюту, переваривая увиденное. «Не могло быть таких совпадений, чтобы они оказались на одном лайнере!» «Или могло?» «Если по теории вероятности, то каков процент?» «Но это нужно спросить у математика Мими». «Был ли это Юнги?» «Да». Терри был уверен в этом. «Хотел ли он его увидеть?» «Да». «Но все выглядело слишком уже фантастически абсурдным». Тэ скрывается в своем шикарном номере, забывая головной боли. «Он был здесь. Но с какой целью?» «Уж не хочет ли он тоже ссапать тиару раньше нас?» «Масса подозрений, которые выстраивают разные версии в голове». В этот раз он был совсем другой. «Не похож на ранимого парнишку, который лежал на кровати и требовал заботы. Уверенный в себе, стильный и обаятельный мужчина». Терри закусил губу, думая, что, находясь здесь, они рано или поздно пересекутся. Вопрос «Как или когда?» «И нужно ли себя обнаруживать первым?» Вдруг Юнги и правда не знает, что он на лайнере. «Боже, как теперь передвигаться?» Постоянно оглядываться, а выступление стонет Винсан. Он только-только начал наслаждаться круизом, как нарисовался этот горе-грабитель. Кстати, Терри так и не понял, почему Сухван не стал говорить про него Намджуну. Быть может, потому что боялся гнева. Он же тоже отвечал за ограбление и мог получить за его нечастичный срыв. Но раз Юнги здесь, значит, с ним все в порядке. Терри не заметил, как задремал за своими размышлениями. И разбудил его Мишель с Хосей, которые ввалились в каюту, как только он открыл дверь. «Мы тебя потеряли, ты! Ты в курсе, что скоро ужин?» – тараторит брат. «А давай сходим вечером в игровые залы, мне кажется, там круто!» – говорит Хосок, усаживаясь на банкетку под ножей кровати. «Юнги здесь!» – медленно говорит Терри, наблюдая за реакцией парней. «Какой Юнги? Тот самый грабитель?» – восклицает Мими. «Да ладно, ты уверен?» – уточняет Хоби. «Да, это точно он. Но какого черта он тут забыл?» – задумчиво произносит Терри. «Блин, он снова сорвет наше ограбление! Зуб даю!» – вскипает Чон. «Но он обещал этого не делать!» «И ты ему поверил?» – усмехается Хосок. «Хорошо, нам теперь нужно смотреть в оба и не попадаться ему на глаза!» – добавляет Терри. «А как же наше выступление? Если он увидит, то это будет катастрофа!» «Это неизбежно, но нужно тянуть время, ясно?» – строго говорит Терри. «Не нравится мне все это!» – вздыхает Мишель, глядя на озадаченного брата. Каюта Чунгука располагалась в середине лайнера для удобства перемещения. Четыре месяца они с Шугой и Сашей готовились к предстоящей поездке. Все было распланировано настолько четко, что комар бы носа не подточил. За исключением одного малюсенького нюанса под названием Терри Винсан. К Гуку предстояла непростая задача – втереться в доверие к этому французу. Когда он думал о нем, его губы вдруг тронула легкая улыбка. Но, вспоминая вспыльчивость и непростой характер Винсана, Чун понимал, что реакция на его появление здесь может быть совершенно непредсказуема. «Я же обещал не пересекаться, придется выкручиваться». Юнги заселили первым, а у Чунгока возникли сложности с багажом, поэтому он задержался. Каюта была среднего класса, но довольно уютная и комфортная. Да и Гук планировал здесь только ночевать, поэтому наличие двуспальной кровати и душа удовлетворяли его запросы. Пока он развешивал вещи в шкаф, опустошая чемодан, к нему присоединился Шуга. «Винсана и Хасок уже должны быть на борту. Я выясню, на каком этаже их каюты», — говорит Мин. «Но явно не на нижней палубе, скорее всего, наверху», — предполагает Гук. «Согласен. Но у нас на ресепшене есть свой человек. Она предоставит нужные данные, в том числе и по принцессе». «Догену еще долго, надеюсь, мы успеем освоиться». «Есть идеи насчет Три? Как будешь с ним сближаться?» «Буду импровизировать. Этот парень слишком непредсказуем». После небольшого отдыха они обследовали несколько этажей, сверяясь с планом лайнера, который давно был вызубрен. Чунгук неожиданно остановился у главного ресторана, где имелась еще и сцена. Большая афиша гласила следующее. «Братья Винсаны с номером вдохновения». «Похоже, что они выступят здесь через несколько дней». Юнги замер рядом, разглядывая французов. «Не знал, что они еще и выступать тут планировали», – удивляется Шуга. «Я тоже. Но с удовольствием посмотрел бы». Юнги смотрит на изображение Мишеля и не может отвести глаз. Пораженный утонченными чертами лица, взглядом с поволокой и аппетитными губами. Тири он уже раньше видел на фотографиях, а вот младший Винсан для него стал настоящим открытием. «Ты чего так пялишься?» – смеется Гук. «Какой-то уж слишком красивый этот Мишель», – подозрительно шепчет Юнги. «Танцор и математик. У меня в голове не укладывается такой коктейль». «Да еще и с такой смазливой внешностью. Да почему одним все, а другим ничего?» – сокрушается Шуга. «Это ты про себя сейчас?» – хохочет Чон. «Не только про себя». И вдруг толкает его вбок. Мимо них проходят люди, обсуждая увиденную афишу. А Чунгук, если бы мог забрать это изображение себе в каюту, непременно бы так и сделал. Тири был потрясающим на этой фотографии. Стильно одетый, сидящий за роялем, снова смотрел чуть свысока, поражаясь своим сексуальным взглядом. Они не были похожи с Мишелем, но очаровывали каждый по-своему. «И почему только я должен теряться в доверие к Тири? А что насчет тебя, Юнги?» «А что такое?» – удивляется Шуга. «А слабо очаровать малыша Винсана?» – подмигивает он другу. «В каком смысле?» «Ай, хотя нет, у тебя ничего не получится». Гук машет на него рукой. «Это что значит, у тебя ничего не получится? При желании я могу и влюбить его в себя!» Тут же распаляется Мин. «Серьезно? Прямо-таки влюбить?» «Ой, сомневаюсь!» – хохочет друг. Шуга хмурится и раздувает ноздри. Когда он так делает, Чунгук знает, что парень в лепешку расшибется, но добьется своего. Звучит как вызов. «Спорим?» – Юнги протягивают руку. «На что?» «На твою тачку!» – Шуга прищуривается. «Новый автомобиль, который Чунгук приобрел всего пару месяцев назад, терять не хотелось, но понаблюдать за полным фиаско друга желание переселило». «А если проиграешь?» «Отдам тебе свой гонорар с этого ограбления». Две руки встречаются в рукопожатии, закрепляя спор. Юнги снова смотрят на афишу, где Мишель Винсан во всем белом стоит возле брата и теперь поглядывает, кажется, с небольшой издевкой. «Влюбить себя!» «Вот нахрена я это ляпнул!» – в панике думает Мин. Но спор есть спор. На ресепшене приятная девушка по имени Сьюзи сообщила, что Терри Винсан занимает каюту люкс на самом верху лайнера, а его брат с другом заселены на том же этаже, но в каюте первого класса. «Твой Винсан словно принц!» – присвистывает Юнги. Ченгук анализирует решение Намджуна и приходит к выводу, что такими жестами, как самые лучшие условия для сына и возможность выступить, он пытается расположить его к себе. «Идиот! Ты даже не догадываешься, что все твои потуги по отношению к нему напрасны!» Отыскать талантливых братьев на лайнере практически невозможно, потому что он огромен, словно целый город на воде. Вечером все оживает, загораются огни на палубах, играет веселая музыка, и пассажиры разбредаются кто куда, наслаждаясь отдыхом. «Сходи в игровой зал, быть может, найдешь там Мишеля? Он же любитель покера!» – говорит Гук. «А ты куда?» «Пройдусь по палубе, загляну в рестораны, надеюсь, удача мне улыбнется». Они расходятся, договариваясь, встретятся в каюте Шуги через несколько часов. Чонгук бродит бесконечно долго, раздражаясь, что размеры лайнера такие огромные. Ему кажется, он уже везде побывал и все обошел, поэтому решает подняться на самый верх и подышать свежим воздухом. Минуя небольшой бар, Чонг прихватывает двойной хайбл и располагается на уютном диванчике, разглядывая гостей. Морской бриз холодит кожу и освежает мысли. Как найти среди тысячи пассажиров одного-единственного? Ну, не идти же к нему в каюту? Играет легкая танцевальная музыка, создающая атмосферу приятного вечера. Его взгляд цепляется за танцующего молодого человека в светлых брюках и цветастой рубашке. Движения плавные, сексуальные. Он стоит к нему спиной на расстоянии примерно 20 метров. Взмахивает руками, качает бедрами и явно наслаждается вечером. Чонг не уверен, что это Винсан, поэтому следит за каждым его движением, сжимая бокал. Как же охренительно он двигался! Чонгук не умел так танцевать, поэтому наслаждался зрелищем. И вот он поворачивает голову в профиль, улыбается кому-то и убирает пальцами непослушную брять волос. Это Винсан. Господи, неужели я его нашел? Чонгук понимает, что если француз сейчас обернется, то сразу его увидит. Но он же этого хотел и прибыл сюда именно с этой целью. Поэтому щипач не двигается с места, продолжая наблюдать с восхищением за этим красавчиком. Тэй явно подвыпил и кайфовал от своего танца. Прикрыл глаза, сделав оборот, но Гука не заметил. Ох уж эта нежняя губа, которую он закусил, чуть закидывая голову и обнажая шею. Чонг нервно облизнулся и сделал несколько жадных глотков. Для него этот парень был каким-то неземным, невероятным и потрясающим. Как с ним сблизиться, когда Чонгук даже флиртовать не умел? Конечно, Саша провела с ним целый ликбез на эту тему, но сейчас все казалось каким-то нелепым. Будь что будет, говорит Гук сам себе, замечая, что француз перестал танцевать и облокотился на металлический поручень поверх палубы. Оставив недопитый стакан на столике, он направляется к нему, останавливаясь сбоку. Нужно как-то начать разговор, но щипач лишь косится на него, разглядывая украдкой. Парень стоит, прикрыв глаза и подставив лицо прохладному ветру. Красивый! Так и будешь на меня пялиться? Не открывая глаз, спрашивает Три. Чонгук вздрагивает от неожиданности. Он что, меня видел? Добрый вечер, Три, тихо говорит Чонг, понимая, что нужно уже как-то начать беседу. Винсан поворачивается и смотрит пристально. Как же он скучал по этим глазам. Снова тонет в них, забывая, что нужно держать Марку. Ты меня преследуешь? Тут же спрашивает он. Не стану лгать про простое совпадение. Я узнал, что ты будешь на этом лайнере, и не смог упустить такой шанс. Шанс для чего? Ты ломает бровь. Для того, чтобы снова тебя увидеть. Улыбаясь, говорит Гук. Он вдруг решил говорить правду, но за некоторым исключением. Ложь Терри бы почувствовал сразу, а здесь не подкопаешься. Чонгук на самом деле хотел встретиться с ним. Вот как? Неужели соскучился, усмехается француз. Они смотрят друг на друга и ведут какой-то свой немой диалог. Переводят взгляды с глаз на губы и обратно, давая понять, что здесь не просто интерес, а нечто большее. Если я скажу, что да, ты поверишь? Сокращая расстояние, говорит Чон. Я уже давно в этом мире никому не верю. Нужно доказательства? Чонгук накрывает его ладонь своей, чувствуя прохладную кожу подушечками пальцев. Вин сам ладонь не убирает, но смотрит с удивлением. Юнги, что? Если ты меня обманываешь, я тебя уничтожу, произносит Тири, глядя на него испепеляющим взглядом. И Щипач верит, что так и будет, но отступать поздно, да и совершенно не хочется заканчивать их общение. Я не обману тебя, Вин сан, заверяет Гук, выдерживая его долгий взгляд. То, что этот француз был непредсказуемым, Чонгук убедился в следующее мгновение. Его тянут за руку, уводя за угол, подальше от посторонних глаз. Так быстро и уверенно, что Чонгук не успевает ничего сказать, когда их губы встречаются. Если можно назвать поцелуй искусством, то это, несомненно, было лучшее определение данного действия. Чонгук даже в самых смелых мечтах и помыслить не мог, что это будет настолько потрясающе. Эти французские губы и язык творили чудеса, заводили с полоборота, и ему так не хотелось прерываться. Тири целуя этого парня, удивляется сам себе. Зачем он это делает? Почему не сдержался? Но Юнге отвечал с такой страстью, что целовать его было одно удовольствие. Впервые Тед так возбудился от простого поцелуя, прижимая почти незнакомому человека к стене, зная лишь его имя и то, что он его соперник. Этого нельзя было делать, но хотелось неимоверно. Им пришлось оторваться друг от друга, когда мимо кто-то прошел. Стоять в темном углу, прижиматься друг к другу, чувствовать ответное желание и обнимать за талию – восхитительно. «Это было неожиданно», – шепчет Гук. «Хотел сделать это еще на той вилле», – Тири касается губами его уха, чуть прикусывая. «Сумасшедший француз», – проносится в голове Ченгука, когда он снова целует Тири, уже перенимая инициативу на себя. Идеальные губы, а еще этот вкус лакрится во рту, который сразу напомнил их первую встречу. Сладкий, такой сексуальный. Пальцы Т перебирают его волосы, и каждое прикосновение, будто разряд, пронзает до самых ног. «Вот уж сблизились, так сблизились», – проносится в голове Ченгука, когда он чувствует на своей шее губы Винсана. И на сегодня это все, друзья мои. Продолжение следует. Давайте пообщаемся в комментариях, что вы думаете по этому поводу, как будут развиваться события. Работа уже закончена. Я знаю, что многие ее прочитали, поэтому прошу не спойлерить. Я сама не знаю, что там будет дальше. Но очень надеюсь, что нас ожидает хэппи-энд. Ну, а с вами была Маруся. Не забывайте, что вечерами мы с вами встречаемся в прямом эфире на этом канале и на Бусти. Совсем скоро встретимся. И пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok